О благоустройстве Рязани говорят много и давно. Политики, общественные деятели, предприниматели и простые горожане. Сегодняшний круглый стол собрал под одной крышей всех неравнодушных, чтобы наконец выяснить, что не так. Что не так с развитием городской среды и в каком направлении двигаться, чтобы стало так. Много вопросов, о которых можно долго говорить. Они интересны. Кто-то обижается за то, что критикуют рязанские какие-то недостатки. Кто-то, наоборот, считает, что их надо критиковать. Я согласен с теми и с другими. Но если не критиковать, если не обсуждать эти недостатки, мы просто о них часто знать не будем. И исправлять их тоже будет, собственно говоря, некуда. Примеров много положительных. Взять только улицу Почтовую, ставшую центром культурной жизни, особенно в летнее время. Помните, ее проект рождался в результате личных инициатив и активного обсуждения с горожанами. Проголосовать за тот или иной облик улицы мог абсолютно каждый. Вот таким образом и должны происходить все изменения в городе. За круглым столом говорили о новых проектах. Например, о реставрации и введении в эксплуатацию давно заброшенных торговых рядов. И о возрождении Рязанского ВДНХ, торгового городка. Или о велосипедной дорожке, которая, согласно проекту, проляжет от ЦПК ИО до Орешка. Пройдет по старым руслам рек и никак не помешает автодорогам. Но и о проблемах было сказано немало. Даже экология, ну, очень актуальная проблема. Вот карта свалок, если посмотреть, тут, в общем, Рязани не видно. Что карта Народного фронта, что карта Эры. Вот там второй, наверное, каждый из вас может подтвердить, это рост онкологических заболеваний в России. Это вот про мужские болезни и про женские, то же самое, испанинка. Это вот 2015 год. А Рязань у нас находится на четвертом месте. Изменяющиеся последние годы стремительно облик Рязани, особенно исторического центра, не всегда хорошо. Это с грустью отмечают, наверное, каждый. О том, как центр города будет меняться дальше, тоже было сказано. Введен временный мораторий на застройку. Это политическая установка пока, но мы постараемся юридически посмотреть на, ну, скажем, возможность отмены тех разрешений на строительство, которые были выданы, по нашему мнению, незаконно, либо они были выданы неправильно, без обсуждения с населением, вызывают большой негативной резонанс у населения. Вот это то, что юридически. Но пока мы с городом находим общий язык, и мы мораторий этот поддержали. Мораторий восприняли застройщики? Ну как, они восприняли, негативно, конечно, восприняли застройщики, но это же мораторий на все времена, об этом и говорится. То есть надо вначале, чтобы общественность поняла и поддержала вот тот или иной проект застройки или конкретного дома. Если не поддерживают, значит, надо менять что-то в этом проекте. Вот и все. Нельзя просто взять и продавить решение, которое потом будет город уродовать, и жители об этом всю жизнь будут вспоминать. Можно просто даже на тех же домах, которые явно уродуют город, и уже построены давно, или там недавно, какие-то города, начать вешать таблички с фамилией владельца компании, которая это построила, для того, чтобы ему было стыдно. Но я сомневаюсь, что это сработает на стыд. Судьба выживших в неравной борьбе, примеров знаменитого деревянного зодчества тоже обсуждалась. Есть очень много домов, которые сразу видны и являются действительно украшением Рязани. Я прекрасно понимаю людей, которые там живут. Жить там, конечно, нельзя. Это просто невозможно. Люди просто мучаются. Естественно, людей надо переселить, если они, конечно, сами этого захотят. Но обычно здесь возражающих нет. А памятники в виде этих домов деревянных, конечно, должны быть сохранены. И опять же, нам одним не под силу это сделать. Я имею в виду государства, в лице региона, городу, Российской Федерации. Таких объектов по всей стране достаточно много. Я почему и обращался к нашим бизнесменам, чтобы они взяли вот это. Взяли после того, как мы переселим эти дома. Это уже государственная задача. И сделали из них конфетку. Офис ли это будет, кому-то под музей это в аренду отдать или просто предоставить. И так далее. Но потом мы готовы это делать, но вместе с общественностью, конечно, вместе с бизнесом. Спасибо большое. Есть проект, напоследок, в Иркутске, он реализован. Посмотрите, знаменитый Иркутский проект, когда сохранили деревянные дома, но как-то их надстроили, подстроили. И там торговые улицы, и офисы. Это то, что надо тиражировать по стране, конечно. Не обошлось и без вопросов о рязанских дорогах. Ответ временно исполняющего обязанности главы региона вполне логичен. Их надо делать. Говорили о Солочи и Константиново, о дворах и центральных улицах, обо всем. Площадка оказалась важным центром, где сосредоточились люди, высказываясь о проблемах и выступая с инициативами. Николай Любимов, во его признанию, благодаря этому круглому столу, максимально ознакомился с тем, что не так. И наверняка подобные мероприятия станут традиционными. Для того, чтобы каждый из нас мог гордиться своим городом и наслаждаться его обликом. Продолжение следует...